Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня давайте вспомним преподобного Александра Свирского. Вообще, мы счастливые люди, что у нас есть такие святые, такие молитвенники и чудотворцы, потому что именно преподобному Александру Свирскому именно ему явилась сама Святая Троица, вот если брать именно уже такую-то христианскую историю, то есть мы знаем, в Ветхом Завете Аврааму является, в Новом Завете является Троица, она вот сама непосредственно во время крещения Господня, потом на преображение Господа, ну и день Пятидесятницы тоже сошествия Святого Духа. А вот в христианской истории таким вот наиболее очевидным образом является именно преподобному Александру Свирскому. Кстати, у него самые нетленные мощи во всем мире. Вот есть этот, мы знаем, такое чудо, феномен нетления святых мощей, но самые нетленные именно у преподобного Александра Свирского, и даже когда после революции даже думали вначале их уничтожить, вот эти чекисты, потом пришли, думали, что там какой-то обман, и настолько были поражены, что в отчете написали, что нашли восковую фигуру, потому что по цвету немножко такого желтоватого оттенка они думали, что, наверное, это как-то из воска вылеплено. Но потом ученый-химик, он путем исследований определил, что это именно нетленные мощи, но это отдельная история. И вот почему же именно Святая Троица является преподобному Александру Свирскому, вот об этом мы и узнаем, конечно, и вспомним, что он из такой вот простой крестьянской семьи, из новгородских мест, было такое село Мандиро, уже не существует, и родился он в 1448 году. Но вот что надо сказать, конечно, и родители его, Стефан и Васа, они были благочестивы, вот у них были дети, как старшие, а потом долго не рождалось никого, и они много молились, чтобы Господь даровал им чада, и вот им было открыто, что будет чада и как дар Божий. И вот рождается именно Александр, а родился он в день пророка Амоса, поэтому и был назван Амосом, и он с детства уже возрастает так, вот как, допустим, преподобный Сергий Радонежский, как Серафим Саровский, то есть он такого уровня святой уже с детства стремится к благочестию, избегает какой-то мирской суеты. Ему, кстати, вот тоже, как и Сергий Радонежский, вот так параллель вообще житьям, если их сравнить, там очень много схожего. Ему поначалу тоже не давалась грамота, он сильно переживал, приходил, там рядом Веденская обитель, монастырь в честь Ведения во храм Божией Матери, и он молился, и Господь именно как благодатный дар подает ему способность к учебе, если до этого косно шла, учеба медленно, то после этого ум его начинает уже усваивать грамоту, и вот он строго постится так, что родители даже его попрекают, вообще родители хотели, чтобы он все-таки жизнь свою связал с миром, и как только он возрос, вот ему 19 лет, а родители хотят, чтобы он женился. Тут надо понять, ведь это же вторая половина 15 века, и именно родители определяли, и родители могли, даже не спрашивая, на ком ты хочешь жениться, вот они выбирали невесту там или тоже жениха, договаривались родители между собой, и такая вот складывалась традиция, а Александр, ну тогда еще Амос, он хотел посвятить себя всецело Богу, и вот как-то повстречал он монахов, которые пришли из Валаама, и с ними разговаривался, узнал про их далекую северную обитель, и ему вот один из старцев, который там был, говорит, что вот если у тебя есть такое желание уже посвятить, то особенно далеко, так сказать, не откладывай, иначе суета мира тебя завлечет, и все, ты потеряешь это горение духа, поэтому лучше вот поскорее, если у тебя созрело такое желание в сердце, то посвяти себя Богу. И вот в каком-то смысле Амос, конечно, когда делает вот этот решительный шаг, он, ну, немножко так, скажем, перехитрил своих родителей, они-то вот хотели его женить, и он, понимая, что его не отпустит, он говорит, что я вот хочу сходить в такое-то село, к такому-то человеку по делам, вот по рабочим нашим вопросам, уходит и вообще уходит, уходит полностью, идет, направляется к Валаамской обители, а он не знает точного пути. И вот проходит, он поблуждал, сколько-то проходит, заночевал недалеко от реки Свирь, там как раз рядом озеро, сейчас оно называется Святое Озеро, и вот там, когда он спал, то ему было дано впервые вот такое вот от Бога видение, когда было сказано, что он дойдет непременно до Валаама, Господь управит его путь, но впоследствии он должен вернуться вот к этому месту, где Святое Озеро, и устроить здесь монастырь. А он еще ведь даже не послушник, но ему уже это открыто, то есть есть вот такие люди, которые с детских лет посвящают себя чистоте, святости, служению Богу, то есть никаких скверных, блудных мыслей, никаких там греховных поползновений, и вот Господь за их чистоту их избирает, и поэтому что-то даже может таким людям приоткрыть. И вот он, уже ободренный таким видением, пытается отправляться дальше, а как идти тоже не понимает, и тут вдруг встречается какой-то путник, который спрашивает, куда путь держишь на Валаам, а я, говорит, тоже иду, поэтому пойдем вместе, я покажу тебе. И когда они приходят, доходят до Валаама, до монастыря, то Амос, он крестится, молится перед обители, а потом поворачивается, а спутника уже нет. И вот прошло много лет, и он, в общем-то, своим ученикам говорил, что это, конечно же, Господь послал своего ангела, который управил его путь, вот действительно довел его до Валаамской обители. И там он 7 лет проводит как послушник, простой послушник, трудится, в ней возражает, не перечит, выполняет все, что ему нужно, только через 7 лет принимает постриг. То есть никогда, в общем-то, не нужно спешить. Мы видим, он вышел поспешно, да, но постриг принял далеко не поспешно. Прошло целых 7 лет искуса, и тогда его уже постригают в монашество, а потом он уезжает на один остров, там, в скиту молится. Он всегда стремился к безмолвию. И он думал, что он там вообще окончит свою жизнь, и устроил себе келью, и даже вырыл могилу. То есть, ну, раз я здесь окончу жизнь, да, то, хотя ему было открыто, да, но он думал, что вот раз уже постриг, раз уже он посвящен, то, видимо, здесь и умрет, и вот приготовил могилу. И все-таки вот проходит сколько-то лет такого его подвига, и ему было открыто, что нужно все-таки возвращаться туда, где было указано, что он создаст монастырь. Он поначалу спросил благословения у игумена, тот его не отпускал. Потом все-таки было такое ему видение, что он увидел как бы свет и как бы указующую руку на юго-восток. И тогда вот уже получив благословение, он отправляется и приходит именно на это место, где теперь располагается Александр-Свирский монастырь. А тогда это глухой лес, тогда кругом деревья, там сосны, дикие звери. И вот он остается здесь и молится в этом безмолвии, то есть вот эта вот традиция исихазма, да, полного внутреннего безмолвия, всецелого устремления к Богу. И вот через семь лет его вдруг находит один дворянин, сохранилось имя Андрей Завалишин, и он вдруг увидит, смотрит, вот монах какой-то. И с радостью так к нему подходит и говорит Андрей Завалишин, что как же я рад, что вот нашел тебя. Оказывается, что на протяжении этих семи лет вот этот Андрей Завалишин, он часто видел над этим местом какой-то вот свет. Иногда как бы такой светловидный столб, который подымался до самых небес, то есть явно Господь указывал, что здесь как будто присутствует благодать Божия, потому что там был подвижник. А на этот раз он никак не мог вот дойти туда, и он случайно набрел, потому что охотился на оленя, и вот наконец-то пришел в этот край, видит этого подвижника и с ним разговаривает, и преподобный Александр ему рассказывает, и оказалось, что целых семь лет он провел совершенно ни с кем не встречаясь, и не было даже обычной человеческой пищи. Ну а как же ты, чем же ты питался? А я питался быльем, травным, а когда даже не было, то вкушал простую персть земную. То есть, ну это понятно, такие вот запредельные какие-то подвиги, нам непонятные, но Господь укреплял его свою благодать, и был даже вот за этот период такой момент, когда он разболелся, он не мог встать, лежал и лежа пел псалмы, молился, и тогда он увидел, как является некий муж, это был ангел, который прикоснулся к его больному месту, и он исцелился и продолжил свои труды. И вот Андрей Завалишин, который нашел его, он становится вот таким вот первым человеком, который о нем рассказывает другим. И сам этот Андрей Завалишин по благословению преподобного Александра уходит в монастырь, тоже идет на Валаам, и там принимает постриг, а потом становится монахом, основателем одного скидского монастыря, принял в монашестве имя его Адриан, и это был Адриано-Андрусовский монастырь. Там разбойники жили, не хотели отдавать это место, но увидев этого кроткого Адриана, ученика преподобного Александра, все-таки отдали, и некоторые разбойники к нему располагались, но в конце концов некоторые люди разбойнически настроены, так его и убили, и он прославлен тоже в лике святых, как преподобный Адриан. А святой Александр Свирский, так как о нем уже стало известно, то первым к нему приходит его собственный старший брат Иван, который был намного его старше, и захотел он принять монашество после жизни в миру. И что получается? Ну, известные такие искушения, когда вот самыми близкими происходит трение, и вот этот, как старший брат, он начинал все время указывать, что вот это надо вот так делать, вот тут вот так, вот какие-то недовольства, а когда приходили еще желающие поселиться здесь, то он не хотел устраивать кельи для них, и преподобному Александру Свирскому, чтобы вот победить подступающее раздражение, негодование, обиду на брата, ему приходилось много молиться, и в ночь он становился на моление, чтобы вот перенести это испытание, то есть каждому человеку время от времени подаются, ну, нам, наверное, может быть, даже ежедневно подаются такие искушения, когда мы не выдерживаем какие-то немощи наших ближних, и вот нам в пример как раз преподобный Александр Свирский, и он победил это искушение, проживал в мире, а брат Иоанн через некоторое время отошел ко Господу, и тогда уже приходят другие монахи, точнее вот просто желающие жить вместе с преподобным Александром, поселяются, он устраивает, начинает устраивать здесь как бы первый такой монастырь, но себе в отдалении в скиту, и вот что известно, то, что он отличался настолько вот смиренным кротким нравом, у него была самая бедная рваная одежда, он спал на полу, он трудился со всеми, он сам замешивал тесто, готовил хлеб, трудился на поварне, и как-то вот эконом, это когда уже монастырь разрос, и вот подходит к нему, ну, тогда он уже был избран игуменом, игуменом, конечно же, он не сразу стал, и вот эконом говорит, что закончились дрова, и вот надо бы трех иноков направить в лес, тех, кто праздны, а преподобный Александр говорит, я празден, и пошел тот же сам за дровами, то есть он считал, что он как раз и должен трудиться, и не перекладывать на других какие-то работы необходимые, и вот потихоньку так вот приходит все больше и больше, но он устраивает себе отдельно в скиту вот такую вот келью, там молится, и именно там, где у него была вот как бы келья, а сейчас там именно часовня, в честь явления Святой Троицы, это вот ровно через 25 лет, после его таких вот усиленных трудов на этом месте, ему и является как раз Святая Троица, однажды ночью во время его молитвы он увидел неизреченный свет, и три ангела, светлых ангела с посохами являются ему, и вот состоялась вот эта удивительная таинственная встреча, и, конечно же, возникает вопрос, а что же Святая Троица открыла ему, то есть раз она явилась, сам Господь в трех лицах, то, наверное, какое-то особое неизреченное откровение, а дело в том, что Господь все, что нужно, Он уже открыл в Священном Писании, поэтому, конечно же, в таких явлениях не даются какие-то вот как бы дополнительные откровения, потому что в Священном Писании Господь Святая Троица уже открыл и все, так же, как вот и Аврааму, когда Господь в трех лицах является, он не открывает чего-то чрезвычайного, а только предсказывает, что у Авраама через год будет сын, ведь Авраам бездетен, Сара бесплотна, а ему уже там сколько, 99 лет, там почти 100, да, и, а как же там, ему обетовано, что спаситель произойдет, а как произойдет спаситель, если он родить, зачать не может, и вот Святая Троица являет как бы подтвердить непреложность обетования Аврааму, то, что родится от него Исаак, в котором благословение будет наследовано, и именно в этом богоизбранном роде и придет Христос, спаситель на землю. То есть, Святая Троица, как свидетельствует Аврааму, что со временем именно один от Троицы и воплотится бы человечица в роде Аврааму. А что же преподобному Александру Свирскому? А преподобному Александру Свирскому сказано было, что вот ради его чистоты он сам избирается как храм Святой Троицы и становится причастником Святого Духа. Ему сказано устроить храм на земле в честь Святой Троицы и собирать братью ради спасения людей. То есть, здесь можно сказать так, что это вот подтверждение такое, наглядное подтверждение слов Спасителя из Евангелия от Иоанна. Спаситель говорит, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И, как мы знаем, еще Спаситель предсказывал, что мы придем с Отцом, и обитель у него сотворим. И вот это в жизни преподобного Александра Свирского как раз и было наглядное исполнение вот этой заповеди Христовой и божественных вот этих слов о том, что кто верен Богу, то явится сама Святая Троица и обитель в душе такого человека сотворит. И если преподобный Александр, он до этого стремился именно к безмолвию, старался избегать таких вот встреч с людьми, то тут ему сказано, что он должен именно собирать братью. И храм должен быть посвящен имя в честь Святой Троицы. И для людей того времени это было символом единения, потому что в Троице созерцает полное божественное единство. Ну и кроме того, вот это те времена, когда шли искушения со стороны ереси жидовствующих. А жидовствующие, они как раз отрицали догму Троицы. Было много соборов. И преподобный Александр Свирский, он сторонился как бы вот участия в таких вот внешних событиях. Он как бы жил вне истории, да. Но именно ему дается вот в те времена, когда всякие еретические шатания, такое опытное свидетельство о том, что Господь Бог есть именно Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. И вот преподобный Александр, к нему приходит очень много людей. Вот когда поначалу они строят деревянный храм в честь Святой Троицы. А как только деревянный храм построили, надо служить, и братья настаивают, чтобы именно он принял священный сан, он всячески отказывался. Тогда все-таки обратились к архиепископу Новгородскому. Архиепископ Новгородский был святитель Серапион. Он когда-то был игуменом в Троицкой обители. Как бы сто лет отделяет его от времени жизни преподобного Сергия Радонежского. И святитель Серапион – это тот самый святой, благодаря которому существует Серапионова палата в Троице-Сергиевой лавре. Серапионова палата – это что? Это такое вот небольшое устроенное здание на месте, где когда-то была келья преподобного Сергия. И ведь, кстати, преподобному Сергию о нем тоже говорило, что будет он обителью Святой Троицы. Вот как бы сходство с жизнью Александра Свирского, то есть мы видим глубокую взаимосвязь между разными святыми. А святой Серапион, он как раз очень желал в конце жизни быть похороненным там, где преподобный Сергий жил, трудился в его келье, и поэтому устроили вот эту Серапионову палату. И именно святитель Серапион, он и рукополагает в священный сан преподобного Александра Свирского, и он же потом его возводит во игумены. Александр назначается игуменом своей обители, потом они начинают строить уже кирпичный храм, сами изготавливают кирпичи. И когда совершалось вообще освящение храма, то приходили в день Святого Духа, приходили многие жертвователи, и преподобный Александр собирал все это. И вот сохранилось такое свидетельство про один случай, когда люди вот подходили и давали, и он принимал, ну что он не ради себя, да, а некоторые, ну поскольку тесно, и клали прямо вот сзади филонь, ну я не знаю, куда там, может быть, было какое-то там место, куда можно было положить филон, и вот подходит один человек по имени Григорий, из тоже таких вот людей, жертвователей, и хочет протянуть, а преподобный Александр не принимает у него пожертвования. И тот так огорчился, что при всех людях он не берет пожертвования от этого Григория. И настолько огорчился, что потом подошел к нему и спрашивает, ну как же так, что ты при всем честном народе меня вот так вот пристыдил, не взял у меня пожертвования, ведь ты не знаешь ни моего имени, ни моего рода, ни племени. А преподобный Александр ему смиренно отвечает, да, я не знаю ни имени твоего, ни твоего рода, ни племени, но я точно знаю, что рука твоя осквернена, и от нее исходит смрад. И тот изумился, вот а почему такое? Ну и преподобный Александр говорит, да потому что ты своей рукой бьешь свою маму, всяческие неприятности доставляешь, и это великий грех. И тот тут же вот устыдился и говорит, что вот я каюсь, а преподобный Александр говорит, что нет, вот не простится грех, вот пока не пойдешь, не спросишь прощения у мамы, и уже только после этого из твоих рук и могут быть приняты вот эти вот приношения, то есть пожертвования от нечистых рук Богом, может быть, даже и не принимаются, понимаете? То есть, если несешь какое-то пожертвование, то все-таки старайся прежде всего и душу свою очищать, иначе приносить скверными руками, может быть, только вот Бога гневить. И вот этот Григорий искренне покаялся у мамы, попросил прощения, потом принес пожертвования, еще больше даже, и вот именно этот Григорий потом еще своего знакомого направляет к преподобному Александру, вот так вот, то, что говорит, что вот он прозорлив, он все увидел, а тот друг Григория по имени Симеон, у него недавно умерла жена, и вот он думал, жениться ему второй раз или не жениться, и Григорий говорит, что вот он прозорливый, он все видит, поэтому непременно иди к нему, и он с такой мыслью приходит и говорит, что вот ты все видишь, скажи мне, пожалуйста. А преподобный Александр говорит, нет, вот только Господь все ведает, а мы-то такого не видим, ну нет, ну ты вот мне все-таки скажи, и преподобный Александр вот по милосердию к нему говорит, ты знаешь что, вот все-таки 7 месяцев и вплоть вот до 8 месяца вот такого-то дня ты не женись, иначе будет у тебя очень много бед, и, а если вот исполнишь слово мое вот до 8 месяца, до такого-то дня, то Господь тебе особого благословения сподобит. Ну и тот прислушался, значит, поначалу обрадовался, пожил немного времени, ну не знаю, может быть там месяца полтора, а потом родственники говорят им, ну чего ты не женишься, давай обязательно женись, и он уступил и женился, и вот подступая, проходит 7 месяцев, и он тяжело разболелся. И тут он понимает, что уже болезнь-то его к смерти как раз вот подходит тот день, и в общем всем стало ясно, что преподобный Александр, он провидел вот сколько времени еще жизни отпущено этому человеку, и что вот в такой-то день на 8 месяце он должен перейти в вечность, и ему не следовало обременять себя вот этими опять плотскими какими-то там утехами, и человек этот уже в слезах, в раскаянии встретил вот этот день, и вот так вот действительно расстался с земной жизнью. То есть, да, вот бывает все так достаточно жестко в некоторых предсказаниях, и вот как-то тоже приходил там один купец новгородский, и говорит, что вот и сын у меня единственный, остальные там умирали, и этот болеет, и при смерти, пожалуйста, помоги. А преподобный Александр ему говорит, что ты знаешь, вот это тебе за твою жестокость, за немилосердие, за то, что ты разорял других, и поэтому те умирали, и этот ребенок у тебя тоже умрет. Но если ты все-таки вот раскаешься, особенно будешь милосердием, вот являть доброе сердце другим людям, то Господь тебя благословит еще детьми, они утешат тебя в твоей старости, и сам ты в конце жизни примешь монашество. И так все исполнилось. Вот, к сожалению, это чадо умерло, но потом Господь благословил его. Ну, видимо, понимаете, нужно было такое жесткое вразумление, чтобы человек полностью поменял свою жизнь, и он уже проводил благочестивый образ жизни, и в конце своего земного пути, когда уже были дети, он принимает за несколько лет до смерти монашеский постриг. Один человек, ну, бывают такие немножко даже смешные были случаи. Один человек, вот у него жена беременна, вот ей уже рожать, и он приходит к преподобному Александру, говорит, что вот отче Александре, у меня все время дочери рождаются, вот ты помоли, чтобы сейчас сын родился. То ты ему говоришь, ну она, ей же уже рожать. Если ты уже, если уже посеяна пшеница, то как она превратится в рожь? Ведь Господь же уже дал ребенка, поэтому тут не надо вмешиваться, и у тебя опять дочь родится, говорит. Как же мы можем просить у Бога, да, чтобы он там вместо дочери тебе сейчас сына дать? Поэтому пусть она, он, вот этот ребенок родится, родится дочь, а после этого ты уже приходи, будем вместе молиться. И так и получилось, что вот дочь у него родилась, то есть преподобный Александр прозрел, что действительно тоже опять дочь будет, он потом является, они вместе молятся, и после этого он начинает, и рождается уже у него сын. Ну тут, конечно, чудо такое запредельное для него, он благодарен там безмерно. Вот, один как-то рыбак повстречался ему там на озере и говорит, вот как мне найти игумена Александра? А он не мог узнать в этой бедной драной одежде преподобного Александра Свирского. А тот говорит, зачем он тебе, он там блудник и винопийца? Ну рыбак по-простому говорит, ну я не знаю там, как он живет, но вот мне сказали, что он дает много утешения людям, тем, которые к нему обращаются. Вот я, все время у меня тяжбы, меня преследует судья, потому что я три года назад поймал большого осетра и без ведома судьи продал его купцу. И вот судья с меня требует, но я не знаю, там может быть это то ли налог там не заплатил, то ли еще чего, но в общем преподобный Александр тоже в эти мирские тяжбы не стал вдаваться, сказал, ты знаешь, вот забрось невод, поймаешь осетра и отдай его просто вот судье, да и все, и решится эта проблема. Ну тот говорит, я же три года не могу поймать такого огромного осетра, нет, вот ты пойди поймай. И тот исполнил слово преподобного Александра, действительно попался тут же осетр крупный по молитве преподобного Александра, и он его относит, отдает судье, вот, конечно, в каком-то смысле взятка, но у мирских все по-мирскому и как хотят, так живут, зато вот эта проблема от него ушла, от этого рыбака. И преподобный Александр Свирский, он действительно постоянно вот был утешением для народа. И дальше вот что, он под конец жизни уже решил построить храм также в честь Божьей Матери, покрова Божьей Матери. И когда был заложен уже камень, то вот явилась сама Пресвятая Богородица ему. И она тоже вот как преподобному Сергию до этого сказала, что вот услышана твоя молитва, я неотступна буду от места сего, даже когда ты перейдешь в иной мир. И не будет скудости в обители. И еще она сказала, что каждый, кто принесет хотя бы кирпичик, кирпичик для церкви моей, он не потеряет награды своей. Вот может быть отсюда пошла такая традиция, да, когда приобретают кирпичик, как бы пожертвования на кирпичик вносят для строящихся храмов. И вот так было сказано преподобному Александру Свирскому, а тех, кто поучаствует в этих пожертвованиях. И вот под конец он настолько вот жил смиренно, что он попросил братьев, чтобы не хоронили его, а говорит, свяжите мое тело и отнесите в болото, утопите и там потопчите, чтобы мое, так сказать, вот грешное тело даже не было видно. Но, конечно же, они не могли такого вот исполнить. И это, кстати, вот говорит он про то самое тело, которое своей нетленностью превосходит просто вот мощи всех других святых. И отошел ко Господу он в 1533 году. И уже буквально там через какие-то 11-12 лет написано его житие. Ученик Иродион написал его житие. И прославление его в лике святых тоже именно в это время, какие-то кратчайшие сроки, вот 12-15 лет. То есть это просто что-то немыслимо. Обычно там, ну, лет 100-200 проходит, когда уже много собирается вот случаев чудес каких-то. А тут быстро, потому что над могилой его, над его погребением действительно происходили чудеса. Через 100 лет перестраивают храм, обретают мощи совершенно нетленные. И усиливается почитание. И вот так вот вплоть до революции, я сказал уже, что когда происходило вскрытие, вскрытие, то сами чекисты были поражены. И там вот много было всяких исследований. Вообще ставилось целью даже уничтожения мощей. Но так как вот феномен нетления, он требовал некого научного изучения, то они, чекисты, немножко так вот затянули. И мощи попадают в военно-медицинскую академию в Петербурге. Там был такой вот анатомический, ну и есть анатомический музей, и трудился среди сотрудников академик Танков. А Танков-академик, он был на самом деле из дворянского рода, и там даже священнослужитель у него в роду. И вот он не выдавал, так сказать, вот своей приверженности православию. И именно он спас мощи преподобного Александра Свирского. Это единственный оказался экспонат, на котором не было бирки с положенным там номером, серийным учетом. То есть, в принципе, некий нонсенс. А потому что, если бы он значился там в каталогах, то тогда легко могли бы его, ну, отыскать, где он находится, и уничтожить. А так вот сохранили сведения сотрудников, что Танков, когда приходили чекисты, он прятал за шкаф мощи преподобного Александра Свирского. То есть, буквально вот за шкаф прятал, и они там проходили, просто смотрели там документацию, пытались найти, но все не собирались перерывать. Вот уж доверяли этому музею и его сотрудникам. И вот так мощи преподобного Александра Свирского сохранились вплоть до 90-х годов, и потом Иннокене Леонида. Ее фамилия Сафонова, и она была сама по специальности биологом, 30 лет трудилась, кандидатскую защитила, и собиралась уже защищать докторскую, но за полгода до защиты полностью отреклась от мира и посвятила себя уже монашеской жизни. И вот именно она, Иннокене Леонида Сафонова, стала инициатором поиска мощей преподобного Александра Свирского, спаси ее Господь, потому что это сложнейшая была работа, и благодаря ей мощи были как раз обретены. И после этого, значит, тоже разные ученые, исследователи, там, патологоанатомы, криминалисты, антропологи изучали. И все, в общем, сошлось воедино. Восстановили даже внешний образ при жизни преподобного Александра Свирского. Но самое главное, что вот когда уже наши священнослужители решили первый молебен преподобному Александру совершить, это вот в самой военно-медицинской академии, то есть мощь еще не передали церкви. Вот именно там, в этих ученых, в ученом этом кабинете, там, в музее военно-медицинской академии, начали совершать молебен, и пошло обильное мироточение. Обильное мироточение, свидетели этого живы до сих пор, сняты художественные фильмы, и это вот просто для сотрудников было что-то невероятное, что мощи во время молебна начали мироточить, вот благоухание. И потом уже через какое-то время, там же надо документацию оформлять, уже передали в храм, в храме совершали опять молебен и опять мироточение. Вот миро собирали, потом его добавляли в елей, и вот в Александросвирском монастыре до сих пор вот эти вот там есть вот эти вот пузыречки с елеем, в которые было добавлено вот это вот миро после второго обретения мощей, совершившегося в 1998 году. Вот в какую удивительную эпоху мы живем, когда Господь являет просто вот невероятные чудеса. 98-й год, то есть мы все фактически современники, и преподобный Александр Свирский, он вновь нам явлен, это значит, что Господь Святая Троица благословляет нас. Поэтому кто еще не был в Александросвирском монастыре, постарайтесь обязательно посетить. Кто был, посетите еще раз, обязательно постарайтесь иметь святой елей, молиться вообще преподобному Александру Свирскому. Вот в среде знакомых моих, там, значит, вот супруг этого семейства, он совершал паломничество, ну, не получится, у них было на яхтах они, в общем, плавали, и когда он готовил прямо на яхте обед, то там качалось все это, и, в общем, он обжегся сильно, и обварил себе лицо, и там, в общем, шрамы страшные. И когда вот они прибыли в Александросвирский монастырь, то спросил монахов, можно ли как-то себе помочь, тот ему именно дал елей от преподобного, святой масла от преподобного Александра Свирского, сказал помазывать, он помазывал, и все ожоги прошли, как будто их и не было, тоже такое вот чудо, и много исцелений. То есть преподобный Александр Свирский – это наш молитвенник, это наш заступник предсвятой Троицей. Даже вот самые страшные, там, раковые болезни отступают. То есть вот молитесь ему, преподобному Александру Свирскому, и он непременно каждого из нас поменет во Царстве Небесном, и благословение Божие, оно будет сопутствовать еще здесь, в земной жизни. Вот по молитвам преподобного Александра Свирского Господь да благословит Россию, да утвердит в ней веру в Святую Троицу, и да поможет каждому из нас на пути к вечному спасению наших душ. Аминь. Преподобне, Отче наш Александре, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.